Всем привет! Меня зовут Калинина Татьяна, я астролог-исследователь, руководитель школы прогнозов Альфа, и вы на нашем канале, посвященном Deep Sky Астрологии. Сегодня мы с вами будем говорить о гороскопе Илона Маска. Вот он на экране, перед вами, и на самом деле мы этим не ограничимся, потому что если мы будем смотреть просто то, что нам предлагает стандартный астропроцессор, то увидим мы не очень много в рамках нашего проекта, поэтому я буду использовать приложение StarWalk 2, платную версию, где можно использовать машину времени и промотать с неба то времени и место, когда родился Илон Маск. Итак, мы начинаем с вами с созвездия Овна, потому что Овен это восходящий знак в данном гороскопе. Здесь у нас планет нету, поэтому мы переходим в знак Тельца. И уже в знаке Тельца нас встречает первое событие — это соединение Сатурна с Плеядами. Плеяды — это семь звездочек в созвездии Тельца, которые обычно в астрологии обозначают что-то страшное. Что-то страшное я имею в виду какие-то непредвиденные трудности, опасность для жизни или даже преждевременная смерть. Здесь Сатурн — это планета, которая соединяется с данными Плеядами. И в особенности неподалеку от звезды Альциона располагается этот Сатурн. Но так как Сатурн управляет 10 и 11 домом, то, возможно, это не будет связано с концом жизни самого Илона Маска. Возможно, это связано с одним из его проектов. Как вы знаете, часто, очень часто ракеты, которые запускает Илон Маск, не долетают до цели, а терпят крушение. Я надеюсь, что это отразится только на карьере. Хотя, как говорится, это не точно. Значит, мы переходим дальше. Из созвездия Тельца мы переходим в созвездие Близнецов, где нас встречает Венера. Венера имеет нормальную орбиту, она не останавливается, она не ретроградна. Давайте, если мы взглянем не на небо, а на обычное изображение гороскопа, мы увидим здесь сильную Тхана-йогу. Хозяин 11 во втором вместе с сильным хозяином второго дома. Это комбинация, которая указывает на большое богатство. Также Раху аспектирует эту комбинацию, поэтому Раху в данном случае раздувает позитивные качества второго дома. Он усиливает эту Тхана-йогу. Так как Раху у нас располагается вместе с экзальтированной планетой, его влияние достаточно позитивное. Также второй дом у нас аспектирует Юпитер, хозяин 9. Получается, что у нас хозяева трех домов второго, одиннадцатого и девятого находятся на одной оси в очень тесном взаимодействии. Что обычно значит, что человек будет необычайно богат. Если мы вернемся с вами на небо, то мы увидим, что Венера в принципе не имеет каких-то ярких сочетаний с неподвижными звездами. Поэтому мы идем дальше. И мы переходим с вами в знак Близнецов, где мы видим Солнышко. Рядом тут же Меркурий восходит. В принципе здесь ничего такого сверхъестественного. Просто Меркурий в своем собственном знаке. Он очень комфортно себя чувствует в Близнецах. Он безусловно рядом с звездочкой Кастор. Это звезда в голове одного из Близнецов, что просто отображает какой-то интеллект, высокий уровень развития, ум человека и так далее. В целом здесь у нас без ярких нюансов проходит. И мы двигаемся дальше в знак Рака. И вот со знака Рак у нас начинаются интересные открытия. Посмотрите, в знаке Рак находится красивая и достаточно яркая комета, которая располагается совсем-совсем рядышком с астеризмом Ясли. Ясли — это скопление маленьких-маленьких звездочек в центре созвездия Рака. И они часто показывают приверженность к семейной жизни, большое количество детей и так далее. Вы знаете, что у нас Илон Маск — отец на данный момент шести детей. С детьми будет еще интересный нюанс, мы обсудим его позже. Но также комета, располагающаяся в четвертом доме собственности, в Яслих, показывает нам, что у человека может быть много разной недвижимости и разные дома. Потому что Ясли — это действительно достаточно плотное и большое скопление. Проходим дальше по знаку Рак. И на переходе в знак Лев мы встречаем еще одну комету. Это у нас уже в пятом доме происходит. И в пятом доме располагается Луна. Еще одно указание на большое количество детей. Луна во Льве, конечно, склоняет человека к лидерству. И тут, в общем-то, все очевидно, все с точки зрения астрологии правильно. Классические принципы все показывают. И Луна проходит рядом со звездой Денебола. Это задняя лапа Льва. Вообще знак Льва считается одним из самых лучших созвездий на небе. И чаще всего соединение с неподвижными звездами именно из созвездия Льва приносит счастье. Но нижняя звезда, то есть Денебола, которая уже на выходе из Льва, она часто ассоциируется с опасностью, которая дает власть. Символически это задняя лапа Льва, на которой стоит этот Лев. И она связана с опасностью падения. Ну, мы проходим дальше по гороскопу и видим Уран. А вот Уран показывает нам очень интересные вещи. Во-первых, Уран это наша задача поколения. И находясь в Деве, безусловно, задача перед поколением, в котором родился Илон Маск, это стремиться к какой-то точности, четкости, исследованиям. Либо это задача в сфере медицины, но у него, безусловно, в сфере инженерии. Проигралась как в сфере инженерии. И Уран очень близко подходит к звезде Парима. Парима интересная звезда в животе созвездия Девы. И она традиционно связана с родами. Если мы с вами нажмем на то, какими параметрами обладает эта звезда, мы увидим, что это двойная звезда. Там их две. И Парима часто дает близнецов. Вот пятеро первых детей Илона Маска доказывают этот принцип, потому что у него двое детей двойняшек и трое тройняшек. То есть у жены было две беременности. Одна была двойняшками, вторая была тройняшками. Вот так интересным образом Уран проигрался в этом гороскопе. И он как раз-таки очень ярко показывает нам принцип двойной звезды Парима. Мы идем с вами дальше. Спика осталась без взаимодействий, хотя это власть. Но в принципе он не обладает политической властью, поэтому я сильно не удивляюсь. Переходим к Нептуну и Юпитеру. Юпитер у нас располагается на выходе из весов уже в Скорпионе. Нептун чуть-чуть глубже уходит в Скорпион. Оба из них обладают нормальными орбитами, не разворачиваются, то есть здесь без особенностей. Но Нептун соединяется с одной из очень важных звезд в созвездии Змеиносца. Уед приор. Уед приор – это звездочка на руке Змеиносца, там, где он держит змею. Очень двойственная, двоякая трактовка может быть у этой змеи. С одной стороны, это часть Геркулеса, мощного и сильного. С другой стороны, это часть Змеи, то есть опасной и жалящей. Нептун у нас соединён с этой звездой Уед Пастериор, и она даёт ему в характер возможность мечтать о высоких целях, возможность достигать этих высоких целей. Уед Пастериор – это идущий впереди, первый, излучающий свет первым. Поэтому, конечно, первенство в какой-то части даже из Нептуна берёт в свою личность Илон Маск. Юпитер рядышком находится достаточно с этим Нептуном, и он напротив головы Змеи, напротив одной из звезд, созвездия Змеиносца. Это нужно ещё изучить, что это значит, мы только подходим к изучениям всех неподвижных звёзд. И, безусловно, нас ждёт ещё много красивых открытий. Переходим дальше в Козерог. И в Козероге происходит самое интересное из этого гороскопа, как я могу судить. В Козероге у нас Марс. Как вы видите из гороскопа, Марс экзальтирован. Он показывает потрясающую карьеру, связанную с Раху, с чем-то необычным. Если вы смотрели видео на моём канале про профессию, вы знаете, что Раху заставляет соседа, то есть планета, которая располагается рядом, выходить из зоны комфорта. Это что-то очень необычное. Поэтому Марс, инженерия или недвижимость, собственность какая-то очень-очень необычная. Ну, в данном случае связанная с космосом, с освоением космоса. Так вот, Марс достаточно близко подходит к одной из звёзд созвездия Козерога, которая называется Нашира. Одна из достаточно благоприятных звёзд, которая даёт устойчивость, стремление к цели, целеустремлённость, победу. В целом просто отражает высокий статус, который получит человек. Рядом находится тоже одна из комет. Однозначно, эта комета влияет на высокое положение в обществе данного человека. Название этой кометы Хоуэлл-88П. Обычно кометы называются по фамилиям их первооткрывателей. И эта комета в Десятом Доме однозначно показывает на какую-то выдающуюся необычную карьеру и судьбу. Мало того, что эта комета попадает в Десятый Дом власти, положения, славы, она ещё и соединена с Марсом. То есть она ещё соседствует с Марсом. А он хозяин Первого Дома. Он просто говорит о силе Личности. Кометы — это крайне интересная тема. И однозначно в гороскопе выдающихся людей кометы работают превосходно. И многие из нас могут иметь одинаковое положение в гороскопе. У меня может быть экзальтированный Марс. И у Илона Маска может быть экзальтированный Марс. Но далеко не у каждого этот экзальтированный Марс будет соседствовать с такой кометой. Итак, подошла к концу наша экскурсия по звёздному небу в тот момент, когда родился Илон Маск. Я надеюсь, что она пришлась вам по вкусу. И если эта тема вас заинтересовала, я приглашаю вас на мастер-класс по неподвижным звёздам, который прошёл в нашей школе несколько месяцев назад. И пройти и посмотреть этот мастер-класс вы можете по ссылке в первом закреплённом комментарии. С вами была Татьяна Калинина. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok